Эпичная заставка! Да, да, крылки вот эти, ну няшненько, няшненько. Так, нам предлагают генерацию имени. Я думаю, нахер нам эта генерация. Я сам смогу сгенерировать себе крутой ник. Надеюсь, на русском можно, чтобы не заморачиваться. Тут еще раскладки менять. Да, можно, отлично. Первое, что бросается в глаза, ребятки, это графика. Графика хиловата. Как вы видите, все оно размито такое, немного даже пиксельное. И да, я прекрасно понимаю, что я играю на эмуляторе. Не надо мне об этом писать. Я и так в курсе. Но суть остается сутью. Графика дерьмо. Потому что мы много игр играем на ПК. И в большинство игр графика охеренная. Так, хорошо. Автобег. Отлично. Короче, игра для ленивых, ребят. Это мне напоминает вот так вот сходу прям Lineage Revolution. Вы помните, да, то говно, которое мы пытались поиграть? Ну вот это очень сильно похоже. Квест завершен. Ничего не сделай. Я начал главу 1. Континент покорителя. Окей. Хорошо. Нажал обратно, дальше он сам побежал. Я могу спокойненько с тобой, дорогой мой зритель, общаться. Так вот, очень сильно напоминает лоуский вот этот дебил какой-то. Lineage Revolution, где все в автоматическом порядке. Ты ни хера не делаешь. Нажимаешь на автобег, нажимаешь на то, чтобы надеть какую-то херь. Вот я ее надел, видал, да? Намного красивее стал. Теперь у меня в руках книжка, которая током бьет. Заметал, да? Еще автоматический бой. Это вообще интересное. Это улучшает качество игры, в которую я бы собрались сами играть. И, видал, ускорился, чтобы мне вот это не ждать, пока он добежит туда, пока придет туда. Так, только что получил письмо от моего друга администратора. Конечно же, шучен мне и не друг. Потому что я бы ему сказал, что ты за дерьмо сделал. Да, хорошо, разблокирована новая функция. Боже, бля, эта игра просто идеальна, ребят. Мы так быстро в ней развиваемся. Охренеть, не встать. Пошли дальше. Так, поиск нормий. Сейчас будем кого-то убивать. Не, не будем кого-то убивать. Даже так. Смотри. Типа Shadow of Man. Боят с тенем. Так, а вот сейчас-то придется убить Архай... Архнидов, блядь, сука. Двух пауков, короче. Пришлось убить. Я нашел какую-то шмотку, использовал ее. Мой боевой рейтинг растет мне по часам и по секундам. Причем это реально так. Я уже седьмого уровня. У меня боевой рейтинг 8600. А я даже еще не понял, что произошло и что это за игра. Какие-то дебильные квесты с большим мобильным количеством текста. Автобег, который портит все впечатления. Еще получил книжку. Опыта 10800. Боевой рейтинг вырос. Сейчас еще уровень получу. Десятый уровень нахер. Так, золото 20000. Боевой рейтинг уже 9К. Улучшаем на изи навыки. Отлично. Нажимаем на автобег, идем дальше. Тут, короче, псины. Надо псин нахерачить. Тринадцатый уровень. У меня десятый. Я псин нахерачиваю на изи. Так, 9250. Боевой рейтинг. Делаем ставки. Как быстро я выкачусь на максимум. Давайте, ребят. Я верю в то, что вы сможете сделать верную ставочку. Так, лоуски. Он какого-то хера телепортируется с точки на точку. Или же просто товарищам-разработчикам было впадло придумать новое имя. У всех у них, походу, пунктик по поводу мечей. Все любят гладить свои мечи. Боевой рейтинг 9441. Уровень тринадцатый. Автобег. Так, тихо, блядь. Тихо, я тебе говорю. Давай, автобег. Пошли. Изи выполнение задания. Убиваем. Понимаете, у меня тут, типа, да. У меня есть возможность сделать это не в авто. Но зачем, если есть дебильное авто, ты нажал и просто сидишь и разговариваешь с своим любимым зрителем. По-моему, это великолепно. Кстати, ребят, напишите свои впечатления об этой крутой игре. Ну, вот, первая нормальная тянка. Сиськи вроде есть. Пипка тоже. Попка норм. Ляхи, как я люблю. За это респект. Да, ладно. Можно поиграть. Весьма неплохая игра. Так, хорошо. Убиваем с одной плюхи целую орду воинов. Идем обратно. Обратно с Анной разговариваем. Разговариваем, шестнадцатый уровень получили. Идем дальше. Тут можно повышать навыки. Почти ни один навык не открыт. Ну, только один открыт. Все остальные закрыты. Потому что у меня уже семнадцатый уровень. Блядь, уже семнадцатый уровень. Да я ни в одной игре так быстро не выкачивался. Наверное, потому что они более нормальные. Так, и там опять что-то на почту прилетело. Новый бонус, новые функции. Все разблокировано. Я нихера не понимаю, что здесь происходит. Но это, типа, наверное, круто. Игра очень популярная. Игра очень бюджетом задвинута. Она по рекламе везде высвечивается. Везде всеми советуется. Все влогеры. А ты поиграй, братан! Мамой клянусь! Игра великолепная! Ну, поиграл я, братан. Ну, что я могу сказать? Ты так не делай. Ты мамой не клянись. Игра-то дерьмо. Игра-то реальный кал. Я понимаю, тебе бабосика отстегнули. Но за бабосика... Надо же думать, что ты говоришь, братан. Так, инстант. Давайте посмотрим на подземельки, на данжи, на инсты. Какие тут есть. 2, 3, 1. Тут тоже у нас есть автобой. Ох! Ну, это изи прохождение инсты. Серьезно. Это самый легкий данж, который был в моей жизни. Даже в революшене можно, когда залетаешь... Точнее, не можно, а нет автобоя, понимаешь ли. Так, я изменил облик. Тут есть изменение облика. Типа, ты усиляешься. Ты стоишь не эпически крут. Всех разносишь, убиваешь. Автоматическое управление решает. Уже 29-й, 30-й уровень. 30-й уровень, блядь, за 5 минут, ребят. Я, конечно, не знаю, сколько. Возможно, здесь миллион левелов. Тогда ок. А так, похоже. У меня просто подгорает на эту игру. Я думаю, помни вид, да помни замет. Если нет, то я тебе сочувствую. Тебе должно было быть видно это. И если нет, то, братан, ты бы задумался над этим, окей? Так, загрузить доп.файлы. Да нахер мне ваши доп.файлы. Пошли бы в жопу. В общем-то, ребят, обзор на игру закончен. Брутальный, эпичный обзор на игру Era of Teletels закончен. Всем спасибо. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok